Плюс 20 тысяч к платёжке. Перерасчёт за теплоснабжение в этом году поверка многих саровчан в шок. Кто-то получил дополнительные квитанции на тысячу полторы рублей, кто-то на три-пять тысяч, а кто-то на шестнадцать и даже на двадцать одну тысячу рублей. Доплаты за тепло неизбежны, объясняют в департаменте городского хозяйства. Таков механизм. Расчёт общей суммы потребления делают на основании показателей предыдущего года. Так, например, 2021 год рассчитали, основываясь на показателе 2020-го. 20-го потребили, а на конец 2020-го года понятна общая сумма потребления. Дальше эта сумма делится на одну двенадцатую. И следующий год люди платят каждый месяц одну двенадцатую от 2020-го года. С учётом показаний приборов, которые были сняты на конец 2020-го года. То есть вот фактическое потребление платится в следующем году. Как пояснил Сергей Лобанов, 2021 год оказался ощутимо холоднее 2020-го. Отопительный период был увеличен на девять дней. Поэтому фактическое потребление тепла значительно превысило показатели 2020-го года. Эта разница и отразилась в дополнительных платёжках. По сути, люди должны доплатить за использованное в 2021 году тепло. А вот вопрос, почему одни доплатят полторы тысячи, а другие все 20, нужно решать индивидуально. Где-то возможны ошибки в перерасчёте, а где-то нужно пересмотреть подход к теплоснабжению дома. Определяются причины сейчас состояния и темы реприятия, которые необходимы будут для в дальнейшем снижения вот этой огромной дельты по перерасчёту. На некоторых объектах, например, на улице Берёзовой, необходима реконструкция или даже полная замена теплоузла. В домах Назернова необходимо менять схему теплоснабжения. Всё это работа не одного дня и требует в том числе и включения в неё жителей. Ещё один вариант избежать перерасчётов – перейти на оплату по факту потребления месяц в месяц. Тогда цифры в платёжках увеличатся в холодные месяцы. Зато летом в графе теплоснабжения будет стоять ноль. Пока же так или иначе, горожанам необходимо оплатить полученные квитанции. Если сумма неподъёмна, можно воспользоваться рассрочкой. Достаточно обратиться в биллинговую компанию, в офис биллинговой компании, их несколько в городе, написать простейшее заявление, по-моему, одна подпись, дата и номер, адрес. И, соответственно, получить рассрочку, вам распечатают новые квиточки, новые квитанции. И никаких вопросов оплачивать можно рассрочку. На 12 месяцев. Депутаты решили вновь вернуться к теме перерасчётов за отопление через месяц-полтора. Цель – найти решение, которое позволит избежать шокирующих цифр в платёжках в следующем году. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.